Добрый вечер, в эфире бизнеса, ток-шоу «Хороший день» в студии Артём Алёшин. Сегодня мы решили немного расширить наши рамки и поговорить о том, что происходит в Донбассе сквозь призму искусства, если точнее, то через фотографию. Почему? Ну, когда-то выдающийся французский фотограф Кортье Брессон сказал, фотография – это то, чем становится живопись, композиция и геометрия, размещенные в долях секунды. Мы же уделим полчаса времени беседе с известным фотохудожником из Донецкого края Андреем Парахиным. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Андрей, давайте начнем все-таки с того, что сейчас происходит в Донбассе, в частности, в Донецкой области. Вы приехали из Артёмовска, если я не ошибаюсь. Да. Ну, вот как сейчас живет Артёмовск при фронтовой, там, по-моему, 15 километров и уже все, линия фронта. Ну, сейчас тихонечко. Как бы после договоренностей притихло. А до этого в Артёмовске очень хорошо были слышны и канонады. И даже 13-14 числа и залетело чуть-чуть. Вот. Ну, пока тихонечко. Ну, хорошо. А вот, скажем так, какая даже не обстановка, знаете, а вот атмосфера какая в городе? Угнетающая, там, не знаю, ну, какая-то пофигистическая, какая еще, да, или там радостная? Ну, радостная, наверное, вряд ли сказать, потому что очень много приехало беженцев. Как бы у людей сейчас не так уж много насущных вопросов, как бы выжить. И с питанием, и с проживанием, и со всеми другими вопросами. Поэтому больше как-то вот эти серые будни, которые иногда вот хочется как-то разукрасить. Насчет разукрасить. Кстати, сейчас вот вы сказали, в Артёмовске людей много-много переселенцев из других городов. Но хочу вот вспомнить вашу фотографию. Это лето прошлого года, да? Это Донецк, если не ошибаюсь. Да, это Донецк. Вот, мы видим, я так понимаю, это центральная часть, да, его? Вот такой выбитый рекламный щит и пустота. Вот это то, что поразило тогда в Донецке, когда началось, уже окраины обстреливали. И для Донецка эта ситуация была просто лонсенс, вот это центральные улицы и тишина. Ни машин, ни людей, потому что практически те, кто... Вот такую фотографию там три года назад вы могли сделать в Донецке в буднее время? Нет, даже возникали такие вопросы. Иногда хотелось, чтобы поменьше было людей в кадре. И вот желания сбылись, и как-то от этого было чуть-чуть жутко. И это один из кадров серии, которая родилась потом, которую я в течение месяца или полутора делал. Это Донецкое время. Ну, время там сейчас, я так понимаю, совсем плохое в самом Донецке. Сейчас ничего сказать не могу, потому что выехал я оттуда 27 августа. Вывезли меня, помогли друзья. И не возвращался, и как бы не сильно почему-то хочется. Ну, а ваши коллеги, фотохудожники, фотографы, они остались там в оккупированном Донецке? Многие разъехались. Кое-то осталось, у кого жилье, у кого какие-то корни там, которые по каким-то причинам не могут бросить. Они там остались. Здесь работать тяжело, но как-то вот что-то смотрю, работает, снимает. Что-то делают. Ну, а вы не знаю, вы слышали там какие-то, может, выставки или показы хоть какие-то? Что-то слышал. А что слышали? Что-то проходит. Та же галерея «Донбасс», она вот работает, потому что люди остались, людям как-то надо переживать это все. И, насколько я знаю, даже и «Донецкая опера» работает, и «Филармония». Ну, знаете, вот, насколько мне известно, не так давно, скажите, когда вы в Артемовске, в своем родном Артемовске, проводили такую фотовыставку. Давайте вот посмотрим, в Центральной библиотеке, да, я так понимаю, это было. Как она называлась? Да, это решил на 14 февраля, такой как бы праздник, вроде бы наш, не так давно он стал нашим, День Святого Валентина, День влюбленных. Вот, кстати, да, это слайд, да, это идея была в чем? С библиотеки, окно на улицу, затянули его белым экраном, и транслировалось слайд-шоу. И люди, проходящие по улицам города, по этой улице уже, это вечернее время, это пятница или суббота это было, вот, они могли видеть. Ну, как раз омрачилось это тем, что 14-го числа залетели снаряды на одну из окраин города, улицы были пустые, поэтому сколько человек увидело, не знаю, ну, с другой стороны это... Ну, знаете, такой сюрреализм, да, вот по-украински нашего сегодня, это то, что вот в тот же день, когда обстрел был города, да, насколько я помню, со стороны Горловки. Да, со стороны Горловки, да. Да, боевиками, и вот тут фото такой, вот такой перформанс, да, и вот получается, фактически, грады нивелировали ваш перформанс, да? Ну, да, наверное, так, то есть, была даже мысль такая, отказаться или нет, с другой стороны, ну, люди есть, люди живут, и людям надо как-то помогать это пережить. Ну, а вот люди, вот, что вы видите, что вы можете сказать по поводу того, вот, кроме насущных проблем, о которых вы сказали, да, поесть, поспать, чтобы ничего не прилетело, какие-то, есть какое-то еще стремление к чему-то хотя бы, ну, хоть к какому-то отраду какая-то, я не знаю, это там театр, фотография, живопись, книги, хоть есть какое-то вот движение хотя бы в городе в этом плане? Ну, какое-то, наверное, есть, ну, наверное, мало. А если поточнить? А если, ну... Ну, есть там какой-то ДК у вас в городе, Дом культуры, да, есть какие-то, наверное, еще... По Дому культуры ничего сейчас сказать не могу, кинотеатр в городе работает, что-то транслирует, люди как-то собираются, по вечерам дети гуляют, потому что, по большому счету, а куда еще пойти? Ну, вы знаете, все вот сейчас об Артемовских говорят, вот такой красивый городок, там, вечером в огнях, более-менее чистенький, а 15 километров фактически линия фронта, да? Там уже Майорск, уже дальше Горловка, уже боевики, там же... Ну, мы же Канонада была постоянно слышна, это было таким... Ну, вот как жить в этом? Вроде как и мир в этом городе, а с другой стороны, вот совсем рядом Канонады... Наверное, человеческая какая-то природа, потому что, когда столкнулся, когда выехал с Донецка, столкнулся с беженцами с окраиной Донецка, там люди по две недели в подвалах сидели, и как-то, уже на вторую неделю, наверное, привыкаешь. Хотя попасть под обстрел, это... это не удовольствие. Ну, это понятно. Кстати, насчет обстрелов. Нашел я у вас в Фейсбуке одну фотографию, она меня заинтересовала. Давайте попробуем, угадал я или нет. Покажите нам, пожалуйста, вот такая дробына, да, на доме, вот, лестница. И что она символизирует? И расскажите, нет ли какой-то истории у вас, связанной с этой фотографией? Потому что какие-то там у вас комментарии такие были интересные под ней? Да, утро очередного дня, когда особенно и заняться было нечем, я старался окунуться в какую-то работу, что-то делать. И всплыло мне, что в одном из кадров мне захотелось видеть лестницу. И вспомнил, что в соседнем дворе на домике так и есть. А домик интересный сам по себе, фактурный такой, старой постройки, текстурки вот эти, и снимал я их неоднократно. И пришел к лестнице, увидел кадр, увидел этот тополь, освещенный, играющий лучи солнца. Сделал этот кадр и понял, что, собственно, тут уже лестница не сыграла. Да, это не какая-то, тут шикарная геометрия. Стою, любуюсь, в этот момент слышу крики, разбираюсь, бегут ко мне бабушки. Ты чего фотографируешь? Ну, картинку фотографирую. Какую нафиг картинку? Ну, вот лестницу. А, так ты корректировщик, пути отхода фотографируешь. Украинская армия корректировщик, да? Да, вот, сразу звонить по телефонам, распространялись, которые везде, бежать как бы, мысль первая была убежать, потом живу в соседнем подъезде, потом уже, думаю, не отмажусь. Вот, и приехали через время, ребята с бородой два раза побольше, чем у меня, вот, с автоматами, а у меня артемовская прописка. На тот момент в Артемовске стоял батальон Донбасс, вот, разговаривать долго не стали, пошли, пошли, куда пошли, зачем пошли, как бы, начинало становиться страшно. Приехали, привезли возле мотеля закрытая территория, там потом я прочитал, была, по-моему, военная прокуратура ДНР, вот, зашли туда, а там окружили сразу человек 10, вот, бойцов, такие, спортивного телозвожения. У меня форма подогнанная, с рыжей бородой, единственное, у них, как, орлиный профиль и акцент, чуть-чуть. Ага, совсем, чисто донбасский, да? Совсем не донбасский, вот. Тогда, наверное, стало страшно, но все равно, то есть, зачем снимал, почему, пошел перекрестный допрос, все, говорю, я фотохудожник, выставки, и все. Понимали, кто такой фотохудожник? Ну, не до этого, судя по всему, были озабочены другим, как-то, то ли таких, как я, там. Потому что, знаете, я помню какой-то миф-не миф, в одном из арт-центров, как раз вот летом, да, когда вот боевики захватили Донецк, якобы там один из тогдашних, да, изоляция, кстати, мы о ней еще вспомним, по-моему, какой-то из тогдашних главарей, каких-то там, то ли не до казаков, то ли кого, заскочил в эту галерею, расстрелял полотна, да, и на вопрос, зачем, сказал, а я так вижу, да? Была такая легенда, не знаю, правда, не правда это, ну, вполне возможно, потому что, ну, изоляция платформ культурных инициатив, они больше ориентировались на современное искусство. Да, мы о ней чуть позже поговорим, о современном искусстве, вот, Андрей, смотрите, ваш известный коллега британский, да, Билл Брандт, фоторепортер, фотограф, когда-то сказал, что отличительная черта фотографа смотреть более интенсивно, чем другие люди, да, вот, он должен сохранить в себе чувствительность ребенка, который видит мир в первый раз, или путешественника, въезжающего в незнакомую страну. То, что мы получили в прошлом году, имеем в этом, это для всех было первый раз, да, и какие-то незнакомые вообще ситуации для Украины на ее территории, да, из-за боевых действий, да, возникли. Скажите мне, ну, вот, это как-то отразилось на творчестве или нет? Отпечаток свой наложило лично на ваше творчество? Или, может, в ступор в какой-то ввело, наоборот? Какие-то моменты ступора, может, и были, но любой ступор преодолевается с помощью одного приема. Берешь фотоаппарат и идешь работать. Собственно, это и отражалось. Опять, как, может быть, в боевые... Ну, я, допустим, не снимал разруху, не снимал... А почему? Ну, во-первых, не было никакого желания ехать там, где повзорвали, потому что я ж не знал, придет туда что-нибудь еще или не придет. А когда летят осколочные... А сам факт появления, вы уже о допросе в так называемой ДНР говорили, а вот сам факт наличия фотоаппарата на груди в Донецке оккупированном... Слухом я так могу сказать, что каждый второй донецкий фотограф может похвастаться, в кавычках, такими вот сюжетами. То есть многих брали, многих приходили, поэтому очень... И страшно было, и как-то аккуратно, ну, как-то... Ну, все равно это нельзя остановить, если видишь кадры, это очень тяжело взять, не сфотографировать. Вот, что, собственно, и получилось. За что и поплатился, через три дня наш район накрыло, а до этого его вообще как бы обходила стороной. И тогда я уже понял, что вот эти вот женщины, которые там себе ордена за поимку корректировщика провинтили, они просто меня похоронили бы, и вот при первой возможности я просто убежал. Ну, понятно. Ну, вот у вас есть фотографии до всего того, что стало происходить на Донбассе, скажем так, более года, да? Вот одна из них. Такой себе, знаете, кроваво-разноцветный регион. Кстати, в цветах красно-черных, почти как правый сектор. Скажите мне, вот, вы знаете, смотрю я на эту фотографию, это же реальная фотография, правильно? Конечно. Это никакие не фотошопы, ничего, да? Это буденовские терриконы, они на самом деле, это выгоренная порода, яркое солнце, по-моему, начало апреля, после сухой вот этой вот зимы, которая очень гнетущая, серая даже была зима, очень хотелось яркого цвета. И вот искал, искал и наконец нашел. И на самом деле я вкладывал в это очень положительно, для меня это была радость, это хоть какой-то цвет, наконец-то, это уже очень хотелось. Вот, смотрите, вы тогда вкладывали какую-то радость в эту фотографию, а сейчас смотрю я на нее, и она, мне кажется, даже на это, знаете, немножко символичной, такой, я ее назову, кровавый террикон такой. Есть что-то в этом? Ну, и тогда, как бы, не сильно, вот, тоже была негативная такая, как бы, реакция на эту. Ну, я не хочу называть эту фотографию пророческой. Да нет, ну, хотя, ну, все можно назвать пророческим-то, ну, любые кадры как-то можно подвести. Ну, я же говорю, я вкладывал положительные эмоции сюда, ни в коем случае не хотелось показать это все, ну, хотя воспринимается так. Ну, с другой стороны, уже какая разница, что я вкладывал. Ну, узнаете, опять-таки, как Дэвид Бэйлс, по-моему, тоже коллега ваш сказал, наименее ценное, что вы можете сообщить фотографу, это то, что вам нравится или не нравится его работы. Так и да. Мы не будем говорить. Я сделал все, она же живет своей жизнью, у меня другие уже пошли. Ну, вот не было, вот, например, в последний год вот таких ассоциаций, как у меня возникают. Не говорили вам об этом? Ну, у меня-то она родилась как положительная, все, она уже, я, для меня, она отпечаталась с накорки мозга. А для людей... Хорошо, если сейчас эту фотографию выставить, вот не тогда, как вы ее выставляли, там, на разных конкурсах, да, там, и областных, и всеукраинских, а сейчас, как вы думаете, какое она значение приобретет? Ну, скорее всего, да. Да. Такое же ж, негативное. Негативное, ну, хорошо. Да, поэтому, наверное, не буду выставлять. Хорошо. Хорошо. В принципе, вы знаете, опять-таки, уже фотография, которая родилась у вас уже позже, уже при оккупации части Донбасса, вы знаете, покажите нам ее, вот, вы знаете, опять-таки, я ее тут заметил у вас, да, на страничке в соцсети, она мне показалась тоже очень-очень символичной, да. Я так понимаю, это Артемовск уже, да, освобожденный Артемовск, это осень, наверное, да, или даже зима. Да вот эта зима, это буквально не так давно, да, это... Фотография свежая. Так это февраль, февраль. Февраль даже, вот какой-то уходящий вдаль человек, да, с палочкой, да, с палочкой, да, разлом, да, разлом, знаете, ну, может быть, это просто мне уже такому заерзанному, зашоренному всеми новостями, да, и живущему в информпространстве человеку уже 15-й год, вы знаете, мне вот это как просто, знаете, как карта АТО. Которую РНБО каждый день уприлюднивает, вот как карта АТО. Вам не напоминает это? Изначально разлома не было, вообще-то несколько наложений идет. Сначала была вот эта ломаная текстура, потом захотелось что-то добавить. В один день сфотографированы эти два вставленные кадра, с утра это был туман, после обеда было яркое солнце, уже грачи сидели на трубе, вставил, но они разные, и захотелось как-то разделить. И сама ломаная линия предложила этот разлом. Ну, откуда она появилась? Она не навеяна тем, что происходит сейчас? Нет, она не навеяна, просто нужно было как-то обоснать. Ну, просто сделать диагональ, это будет, ну, некрасиво. То есть мне захотелось сделать разлом. И когда работал над этим разломом, поймал себя на том, что как раз вот это, когда перед минскими договоренностями, задыбальство шло, вот за окном как раз была эта канонада, как раз был вопрос о границах, о границах, как, где, кто, что себе заберет. И вот думаю, ну, странно, совпало. Ну, вот видите, как у меня ваши фотографии вызывают одни ассоциации. Это, знаете, как с музыкой. Кажется, вот, что сподвигло на ту или иную песню, композицию одно, а почитаешь интервью автора, а там совсем другое. Эвана как, да? Ну, с другой стороны, знаете, нет правил хорошей фотографии, есть просто хорошие фотографии, да? Наверное, так и есть, поэтому не вкладываешь. Может быть, поэтому как-то стараюсь и не рассказывать про фотографии, чтобы не портить впечатление. Да, потому что пускай каждый человек сам строит свою историю. Ради бога. Ну, Украина тоже строит свою историю, да? И вот чего хотят люди там? И на оккупированной территории Донбасса части, и на освобожденной, да, еще прошлым летом. Вот чего они хотят больше всего? Хе-хе-хе. Кто ж его знает-то? Ну, вы же общаетесь с ними. Ну, мне интересно, вот, мнение изнутри. Я сейчас общаюсь. Ну, есть этот раскол, как на этой фотографии? Ну, вот, чего они хотят люди? Ну, я же раскол этот не вкладывал, чтобы показать раскол. Для меня это композиция. Это как она выйдет, все. Я сейчас больше общаюсь с самим собой. Это вопрос у самого себя. Как пережить это все? Как будет дальше? Я, допустим, не знаю. Хорошо. Что для вас главное сейчас, вот, в этой ситуации, которая сложилась в Донбассе? Остаться человеком. Это неплохо. А как-то, может, чтобы все-таки ситуация наконец-то разрулилась, утихомирилась? А как я могу, кроме своих работ? Я делаю, если как-то это что-то решит, хотя, как показывает история, мало что искусство решает. Но я все равно буду это делать. Потому что я по-другому не могу. Ну, видите как, вы все-таки, для того, кто скажет украинскую, мытец, да? А вот компания GFK Ukraine, социологи довольно известные наши украинские, провели в первой половине, вот, со 2 по 15 февраля, ну, уже почти месяц назад, да? Провели опрос, задав респондентам при этом вопрос о том, что должна сделать власть украинская для того, чтобы разрулить и, наконец-то, разрубить этот Гордиев узел, да, который завязался в Донбассе. 32 процента, почти ровно треть, заявила, ну, или посчитала, что нашим украинским властям нужно идти на все уступки, чтобы, да, конфликт погас. 29 процента вопросных заявили, что можно пойти на отдельные уступки, да, вот, в этими вопросах с сепаратистами, боевиками и все так далее. 21 процент заявили, что ни в коем случае на уступки идти нельзя и нужно военным путем решать этот конфликт и, так сказать, додавливать. И 18 процентов, примерно столько же, ну, не смогли дать никакого ответа. Напомню, вопрос GFK Ukraine февральский. А вот, мне интересно ваше мнение, вот 4 позишн. Какую, если бы вам задали подобный вопрос, как бы вы ответили? Пятую. Пятую, усложнили. А, свой вариант, да? Да. А какой, озвучьте его? Какой-то, другой ответ. Ну, озвучьте его. Ну, как-то так получилось, что я прекрасно понимаю, что политика сделает то, что угодно политике, но не угодно народу. Это всегда разные категории. Нет, я понимаю, но я же сейчас спрашиваю не у народного депутата, не у министра, не у начальника какого-то комитета государственного, а у вас, вот, тот же вопрос, что бы вы выбрали? Другого нет пятого, понимаете? Ну, это у вас нет, у меня есть. Да, конечно, для социологов вы очень неудобный товарищ. Это проблемы социологов. Социологов, да, ну хорошо. Напомню, сегодня у нас в гостях Донецко-Артемовский фотохудожник Андрей Парахин. Мы говорим о наших проблемах через искусство, о проблемах Востока. Вы знаете, что бы вы ни говорили о образности совершенно другой ваших фотографий, признаюсь честно, да, есть у меня одна ваша любимая фотография, вот, я называю это «Фак войне». Пусть это неприлично, как бы, прозвучит немножко в эфире, но, вот, знаете, я, насколько я догадываюсь, судя по Фейсбуку, фотка уже довольно давняя, да? Фотка очень давняя. По поводу Фака у меня есть свидетельство, я подслушивал, когда она висела на выставке на Киевской международной фотоярмарке, где я был участником фото-клуба «Объектив». Мы прошли вот два довольно таких солидных мужчина, назвали ее иконой. Поэтому у каждого свое восприятие, да, так и сказал, говорит, обратите внимание, вот этот грязный перст показывает, «Как мы опустились ниже плинтуса», он показывает чистое небо, может быть, стоит, пора уже подняться духовно. Поэтому, опять же, образность у каждого своя. Ну, вы знаете, эта фотография, опять-таки, повторюсь, она для меня сейчас очень символична. Она для меня всегда была символична, то есть она очень многообразная. Я сказал, она для меня символична в обе стороны. Да, и для внешнего врага, и для внутреннего. Ну вот, знаете, опять-таки, кто-то из ваших коллег, уже не помню точно, сказал, что нет такого жанра художественная фотография, но фотография может быть искусством. А вот мне интересно, влияние искусства во время военного конфликта, тот, который сейчас есть в Донбассе, оно есть как-то, оно чувствуется? Вообще, искусство хоть как-то влияет сейчас на людей? Или только холодильник и кровать интересуют? Скорее, на искусство ничего не влияет. Оно всегда есть, будет, а люди, это уже проблема людей. Если они хотят, чтобы искусство им помогло, пускай идут в искусство. Если не хотят, ну, нельзя, чтобы они навязать. Ну, может быть, не идут в искусство, а идут к искусству? Да. Хорошо. Для меня оно помогает. Ну, смотрите, вот вы, там, в Артемовске уже, там, да, более полугода. Вы чувствуете, что хоть у кого-то есть потребность к какому-то виду искусства? Хоть книжку ту же самую прочитать может отвлечься? Или нет? Или все клацают телевизор? В библиотеке ходят люди. Ходят, да? Ходят люди. А вот, а какого возраста? Самого разного. А замечали, что читают? Ой, честно говоря, не задавался. Статистикой... Ну, не Карла Маркса, да? Нет, ну, я последнее, что прочитал, это Леонов и Фангера Агою. Как-то так в школе я был нормальным учеником, я не читал, я нормально валял дурака, а сейчас, как бы, прохожу школьную программу и стараюсь по возможности перечитывать. Очень понравилось. Ну, учиться никогда не поздно, да? Не будем вспоминать, кто об этом говорил, да? Преснопамятный один товарищ. Товарищ! Ну, вот вы знаете, ваша коллега, которая тоже когда-то жила, работала в Донецке, потом переехала в Киев, там, да, где-то в прошлом году, если не ошибаюсь, тоже летом, весной. Вот, Любовь Михайлова, это основательница арт-площадки «Изоляция», о которой мы говорили, где какой-то боевик, да, там, нарисовал пулями непонятную картину, раструщил инши картыны. Так вот, вот что она сказала про вообще искусство у нас и искусство, например, в Европе, да, куда мы стремимся. Живя на Западе, увлекаясь искусством и общаясь с людьми культуры, ты понимаешь, что твоя позиция в обществе определяется не строчкой в рейтинге издания Forbes. А здесь, в Украине, все почему-то думают, что именно это главная оценка результатов их жизни. Любовь Михайлова, основательница арт-площадки «Изоляция», «Дончанка». Можете с этим согласиться? Очень часто задают вопрос, а что тебе это дает? Вот, ну, хорошо, ты сделал фотографию, послал, все, как? Ну, честно признаться, иногда это такой кайф. Когда вот сделаешь, иногда выходишь после работы, это ты, ну, после... Что вы делали, вот, когда был второй обстрел Артемовска? Не первый, когда у вас была инсталляция выставки? Это был второй. Второй, на ну. Первый был 13-го, второй был 14-го. Вы фотографировали 14-го? Нет? Нет, 14-го я пришел в библиотеку и делал. Ну, 13-го это был средь бела дня, куда, 4 часа где-то. Постреляли непонятно что-то, потому что я совершенно на противоположной окраине. Вроде бы показалось звуки посильнее. Что делали? Что делали? Работали? Нет, дома сидел. Ага, дома, хорошо, продолжаем. Добро. Вот, задают вопрос, да, и что вам это дает? Что вам это дает? Если мне не изменяет память, Платон сказал, да, есть три степени наслаждения. Первая, это еда, питье и всякие там излижества. Да. Вторая, это политика и, по-моему, меценатство, когда человек уже имеет возможность что-то делать. Влиять на что-то. Да. И третья, самая высшая, это удовольствие от творчества. Ну, понятно, что Платон как бы сам творческий человек-философ был, и он подгонял эту систему под себя. Ну, наверное, я полностью согласен. Потому что иногда, когда что-то заканчиваешь, какую-то вот вещь, и вот выходишь из компьютера, все, а выйти еще не можешь. Из образа, наверное. Да, поэтому до сих пор я не умею водить машину, у меня нет машины, потому что я в это время стараюсь не выходить на улицу. Ну, это хорошо, да, это хорошо. А вот как вам тогда, как вас воспринимает социум? Может ли в Украине фотохудожник, где, по словам Михайловы, образно выражаясь, большинство живет рейтингом Forbes, то есть деньгами, да, материальным. Вот как вам реально пробиться фотохудожнику в Украине, не снимая свадьбы, например, параллельно? Ну, опять же, свадьба это коммерческая фотография. Есть некоммерческая фотография. Я об этом и говорю. Не та, за которую не надо платить деньги, там, украсть, там, своровать или что-то. Вот, ну, которая не ставит цели заработать деньги. Ну, что и делаешь, потому что хочется делать. Вы можете стать успешным, занимаясь некоммерческой фотографией в Украине? А это от кураторов зависит, это зависит от людей заинтересованных. Если будет человек, которому захочется это повесить на стенку, он готов будет за это выложить деньги. У нас готовы выкладывать деньги? Наверное, нет, потому что можно украсть. Зачем платить? Зачем там на страничку и украсть, да, и распечатать? Вот мы пиратам даем, да, пораду. Ну, а они и сами все знают. Ну, вы знаете, насколько мне известно, вы участник многих выставок, да, и в Киеве вы выставлялись, и призовые места занимали, и даже побеждали, насколько я знаю, не один раз. Работаем помаленьку. Работаем помаленьку. Ну, вот даже вам, уже как бы известному, да, достаточно человеку в этой сфере, вот, легко реализовать, продать свою работу? Я вам больше хочу сказать. Не так давно, наверное, слышали, что украинец в международном конкурсе Википедия получил первое место за фотографию уникальную. Это снимок с Гаверлы, Карпатского заповедника. А я вам больше хочу сказать, я прекрасно знаю этого украинца, это макеевский фотограф Дмитрий Болховитин. И что? Может быть, государственную медаль ему какую-то дало за то, что он Украину так пропиарил? При этом это не первая работа, которая в той же Википедии, которая получает, и в Украине он получил. И все? И что, купили? Это вопрос к людям. Хотите купите, хотите поддержите. Вот знаете, вы сказали о государстве. Государство во время войны, ну, совсем, давайте так, мягко скажем, подзабило-то на культуру, на искусство у нас. А когда оно не забивает? Ну, если судить по бюджетным вытратам, хотя бы даже позапрошлого года, прошлого и этого, то с каждым годом меньше и меньше выделяется. Так вот, философ украинский Сергей Датюк по поводу подобной ситуации, да, вообще с культурой, высказался следующим образом. Культура никогда не может быть в стороне войны. Никогда не бывает так, что в стране идет война, а культура находится вне войны. Культура, если это настоящая культура, обязана воевать в войне на стороне осмысленности, перспективы и всеобщего добра. Сергей Датюк, украинский философ. А это каждая работа, это война с чем-то или с кем-то, война с ханжеством, война с непониманием, война с самим собой. Так поможет ли нам культура победить в этой войне? Опять же мы возвращаемся к тому, что... Или нужно культуре тоже помогать, чтобы она помогла победить? Культура, да, кому-нибудь и скажет, привет, я тебе помогу. То есть хотите, идите к культуре. Культура раскроет объятия и примет. Ну, нужно подтягиваться тогда к культуре. А финансировать нужно эту культуру? Даже во время войны, когда есть, вроде как, более важные траты государственные? Опять же, есть официальная организация, Союз фотохудожников Украины. Насколько я знаю, она каким-то образом что-то там финансируется. Ну, не знаю точно, как, что. Но с другой стороны, может быть и слава богу, что государство-то не лезет со своими деньгами, потом отчитываться не придется. Вот как-то независимым может быть даже и полегче. Во всяком случае, я никому не должен, не должен делать в конце года отчетные какие-то выставки. Ну, независимому тяжело увидеть людям, да? Независимому тяжело просто донести свое видение, свои работы. Очень много было малобюджетных проектов, которые там друзья по мелочи помогали. Я заклеивал своими фотографиями и переход, и доску объявлений на бульваре Пушкина, там, где художники стояли. Они потом тыряли эти фотографии, сюжеты, наверное, перерисовывали. Последнее, что я сделал, это когда выехал с Донецка в Добропольском районе, в Белийском, это была арт-территория, я стену, по-моему, это забора, вот один или два пролета, заклеил этими фотографиями, люди ходили, смотрели, хорошо. Ну, это хороший пример, это искусство идет к человеку. Да. Но государство, еще раз спрашиваю, должно помогать искусству прийти к массам, особенно в период войны? Ну, теоретически должно, но государство никому же ничего не должно и не даст. Ну, я же говорю, ну и слава может быть Богу, что оно сюда не лезет, Бог попортит всю культуру. Хорошо. Знаете, уже вспоминал я Анри Картье Брессона в начале нашей программы, и хочу, в принципе, еще одной его цитатой и закончить. Что удел фотографа – это непрерывно исчезающие вещи, да? И когда они уходят, никакая изобретательность на свете не заставит их вернуться. Так вот, хочу вам пожелать, чтобы вы не упускали и ловили эти непрерывно исчезающие вещи, и у вас это получалось. Спасибо. Спасибо вам также, что вы пришли. Напомню, сегодня мы беседовали с известным фотохудожником из Донецких краев Андреем Парахиным. На этом будем завершать. Напомню, наши выпуски можно посмотреть на одноименной страничке в Фейсбуке и на канале Бизнес ТВ в Ютубе. Наш следующий эфир будет посвящен врагу внешнему, который то ли заболел, то ли стал папашей, то ли играется в политические прятки. Будем разбираться. И врагу внутреннему, который зовется недореформированием. С вами был Артем Алешин. Встретимся, как обычно, в 20.30 на «Бизнесе». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok